По свежему опросу Левады, 51% россиян уже хотят видеть Путина президентом своей страны после 2024 года. Никакие нарушения Конституции, коррупционные скандалы, многочисленные жертвы локальных войн, зашкаливающая несправедливость, унижения, кажется, не способны убедить большую часть населения в пагубности устройства страны и политики ее лидера. Мы, похоже, имеем дело с началом разложения нации. Надо отдавать себе в этом отчет. После футбольного чемпионата, чем бы он ни закончился, система вступит в фазу своего рода деперминизма, когда правителю уже совсем будет наплевать на международное мнение, и алгоритм существования одной восьмой части суши на ближайшие годы, а может быть и до конечной катастрофы, уже установится. Властные порядки, перестраиваясь и покусывая друг друга, продолжат балансировку и, несмотря на внутренние баталии, возьмутся за общее укрепление конструкции. На это денег всегда хватит, а выработанные правила игры для номенклатуры весьма действуют. Мнение населения, конечно же, не в счет. Теловики в почете и у несчастного запуганного народа в том числе. Страх и глупость делают свое дело. Карательный инструментарий применяется точечно и обсуждается лишь в узких кругах. Пропаганда в своей аморальности и наглости все никак не достигнет дна. Похоже, в этой системе его просто нет. Объяснение простое. People have it. Публичная оппозиция отсутствует давно. Выросло целое поколение ненюхавших настоящих выборов, но критически мыслящих активистов. Большая часть из них пошла, к сожалению, по ложному пути, участвуя в системной имитации демократического процесса и во внутренних разборках. Примеры. Союз Гудкова и Собчак. Вся новейшая история партии «Яблоко». Конкуренция младооппозиционеров за право оказаться первым в очереди к Собянину, за вожделенным пропуском на прохождение муниципального фильтра и так далее. Бизнес перманентно увядает пропорционально увеличению забот в кавычках правительства об улучшении инвестклимата и оптимизации налогообложения. Очереди у посольства западных стран растут. Особенно симптоматичен повышенный интерес к Израилю и США тревожная реминесценция. Для многих семей слово «уже» уже прозвучало. Наши лучшие умы, отборные мозги, талантливейшие дети устремляются в благоприятную среду, на службу прогресса человечества, подальше от опасной опеки ожесточающегося монстра, которым готова неустанно гордиться раболепские настроенные большинство. Великая Россия – неисчерпаемая кладезь богатства. Материальных и духовных чудный ларец искусства, смекалки, традиции и величия. Талантливый народ, так много испытавший, добившийся признания и, казалось бы, заслуживший достойного будущего. Сегодня это скорее растерянная, одурманенная общность подчиненных индивидуумов. Сломленных, отравленных, подкупленных, побежденных. Распластанная масса то ли бывших, то ли еще отчасти сознательных граждан, которые в совокупности и есть современная Россия. Россия, которая от происходящего, кажется, как будто начинает уже получать удовольствие. Аркадий Янковский Редактор субтитров Е.Жукова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...